За последние сутки у нас в республике 74 новых случая ковида. Это существенно меньше, чем в прошлые дни. И из этих 74, 67 – это город Якутск. Мы очень надеемся, что те ограничительные меры, которые у нас в республике действуют, и по исполнению которых был принят ряд дополнительных мер по Якутску, по дезинфекции, по санитарной обработке, по приостановке работы общественного транспорта, объектов торговли выходные, они все-таки дадут эффект. И вот эта стабилизация, улучшение ситуации, оно будет уже постоянно. Хочу также сказать, что у нас за сутки выздоровело 37 человек. У нас тоже растет количество выздоровевших. Это тоже положительная, хорошая динамика. С 1 июня у нас полностью снят режим карантина по Чаиндинскому месторождению. Больных там не осталось с положительными анализами. Сейчас 6 человек долечивается, но результаты анализов у них уже первые отрицательные. За все время свыше 8100 человек было вывезено авиакомпанией «Якутия» и «Газпромавия» с Чаиндинского месторождения. Огромную работу провел оперативный штаб республики вместе с федеральным оперативным штабом, с руководством «Газпрома» строить транснефтегазы по локализации и потом дальнейшем ликвидации водоточа газа и заражения. Сейчас хочу сказать, что там осталось свыше 2000 человек, которые уже на постоянной основе работают. Ну и сейчас люди уже, согласно всех норм, вылетают к себе домой на регулярных пассажирских рейсах. В целом, хочу сказать, что ситуация по другим районам, она у нас остается в целом спокойной, но есть ряд районов, в которых достаточно большое количество больных именно рабочих вахтовых поселков. Все они уже установлены и находятся на лечении. По нашим сельским территориям особое наше беспокойство вызывает ситуация по Намскому и Мегенокангаласскому районах, где достаточно большое количество у нас больных. Но вместе с тем мы уверены, что и там очаги заражения будут полностью все локализованы, и в ближайшее время мы там тоже будем видеть уже положительную устойчивую динамику. Спасибо. Спасибо.